Друзья, всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Фруктовый Мастер. И догадайтесь, что мы сегодня будем делать. Мы сегодня будем открывать кокос. Такое вот занятие. Многие, наверное, пробовали. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но мы сегодня просто повторим. Итак, что нужно сделать, чтобы открыть кокос? Самый распространенный и легкий способ. Берете кокос, берете какой-нибудь острый ножичек, и вот здесь такие дырочки, вам нужно их проковырять. А, еще как определить, спелый кокос или нет? Если там есть звук, вода вот так булькает, сок, значит кокос хороший, свежий и покупатель такой. Если там ничего не булькает, то значит он уже старый и, возможно, сухой и не очень. О! Вот видите, как оп! Аж этот звук пошел. Вот так расковыривается. Уже видно, что там мякоть есть. Оп! Дырочка одна. Так, вторая у меня почему-то не расковыривается. Сейчас попробую третью. Третья. Вообще, желательно их все расковырять, значит у меня вот эти две нету. Одна вот хорошо расковырялась. Наверное, может ее и хватит. Для чего нужны отверстия? Для того, чтобы вылить сок из кокоса. Поэтому лучше, чтобы их было две минимум, ну или три. У меня вот одна. Сейчас не знаю, как будет выливаться, посмотрим. Берем стакан и выливаем до сок. Нормально. Кокосовое молоко, называют это, это жидкость. Так. Ну, такой. Ну, она просто быстрее выливается. Если две дырки, она просто выливается быстреееее. А-а-а-а! Все. Все. Вот, теперь можно приступить. Да. Теперь можно приступить к следующему этапу. Вот у нас столько молока получилось из этого кокосика. К следующему этапу это, собственно, разбиение кокоса. Как это делается? Берете такой прибор, например, нож. С тупой стороной мы будем наносить удары на этот кокос и, по идее, нужно треснуть. Поехали. Итак, держим нож аккуратно, чтобы никуда не попасть, то есть безопасность соблюдаем. И вносим удар как можно сильнее, вот так по кругу кокоса. О, смотрите, у меня уже трещина появилась. Я думала, что я буду бить его гораздо дольше. Вуаля, а вот и оно. Но на самом деле так легко, я даже в шоке. Я думала, я тут буду минут пять его долбить вот этой штукой. Но, оказывается, все. Вот, кокос готов. Дальше. Не, ну я, конечно, удивлена, что так легко. Может быть, это потому что свежий кокос? Потому что до этого я пробовала открывать кокос. Я, наверное, минут пять его била и еле-еле вот эта вот шкарлупка треснула. Мах, пахнет очень хорошо и очень вкусно. Дальше мы выковыриваем вот эту мякоть отсюда ножом. Ну и кто как любит есть. Можно на терке натереть куда-нибудь. Можно просто грызть. Кокос очень сытный. Блин. В общем, очень аккуратно, пожалуйста, с ножом. Все, наверное, сейчас и попробую. Ну, такой жестковатый. Жестковатый, не знаю. Кокос, конечно, на любителя. Вкусно. За ваше здоровье. В общем, открывать он, оказывается, легко. А сейчас я прокомментирую некоторые комментарии из предыдущего видео про кокос. В общем, пока я искал видео, батя молотком расфигачил. Что мне прокомментировать-то? Можно ли молотком расфигачить кокос? Ну, я думаю, что можно, но мне кажется сложнее молотком. И... Ну, хотя да, наверное, да, вот поверхность вот такая и долбите молотком. Да? Почему нет? В руках вот. По тому же принципу. Блин, а мы болгаркой открывали. Болгаркой это жестко, конечно. Пытался все же открыть по рецепту автора видео. Три минуты не получалось. В итоге психанул и зубами разгрыз. Сижу у стоматолога, плачу. ПС и кокос зеленый был. Жесть какая! Ну, не надо зубами открывать ни в коем случае, потому что зубы дороже все-таки, чем кокос. И есть более простые способы его открыть. Если не получается вдруг у вас открыть этим способом, возможно, действительно кокос либо сильно зеленый, или очень старый. Спасибо большое, способ работает. Вот только почему я расколол не кокос, а нож? Ну, бывает и такое. Иногда у нас не справляется оборудование, и качество инструментов плохое. Да? Как? Качество инструментов... Ну, старый нож, может быть, был, не выдержал таких ударов. Да, и старая техника не выдерживает, или плохая качественная... Плохие качественные ножи не выдерживают такой нагрузки. Поэтому пользуйтесь профессиональным оборудованием. Видно, что человек никогда сгущённое молоко не пил. Нужно делать две дырки, чтобы в одну дырку воздух входил, а из другой выливался кокосовый сок. Да, поэтому я и рекомендовала делать их минимум две. Но у меня была одна. В детстве кокос всегда долбил молотком. Треть ореха разбивалась в крошку. А оказалось, ларчик просто открывался. Спасибо. Он иногда по-разному открывается. Иногда, вот, как у меня сейчас на две половинки, а иногда скорлупа отрезкается и кусками отваливается. Такое тоже бывает. В поиске искал видео, как открыть магазин одежды, и вот я здесь. Ну, магазин одежды, наверное, сложнее всё-таки открыть, чем кокос. Теперь вы знаете, как и открыть кокос. Спасибо, что смотрите. Спасибо, всё получилось. Сегодня в первый раз попробовал это чудо. На вкус свежая морковка с послевкусием Рафаэлки. Ну, да, у него очень специфический вкус, такой не сильно насыщенный, очень, как, ненасыщенный вкус. Не так, как в Баунти со сладеньким, нет. А более такой пресный, и, да, послевкусие такое долгое, кокосовое вкусное. Робинзон же показал, как кокос открыть. Как? Ну, он как-то показал. Я так понимаю, в фильме, либо в книге. Я не видела фильм, не знаю. Не знаю, как открывал кокос Робинзон. Я смотрела только вот романа. Спасибо, сломал нож, и сломанным ножом меня пырнула девушка. Боже. Но это криминал. Что за страсти? Зачем же так? Стучал 10 минут. Пришли соседи и дали мне того самого. Застук и забрали кокос. У вас очень, видо, тонкие стены. Действительно, я один раз открывала кокос в течение 5 минут. Долбила этим ножом и все-таки открыла. Но соседи не пришли. То есть, как-то чувствительные у вас соседи. Сочувствую. Ну и напоследок. Классный видос. Большое спасибо. Теперь я знаю, прежде чем посмотреть YouTube, использовали дрель и пилу. Ну, знаете, всегда интереснее найти свой способ, как открыть кокос. А потом уже, когда не получается, мы берем инструкцию по пользованию и смотрим, как же надо было на самом деле. Всем пока. До новых встреч. Открывайте свои кокосы и пишите новые комментарии интересные. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok